Я рожден в 1941 году, в страшном году начала войны. Поэтому это время было очень суровое, тяжелое. Отец был на фронте, мать воспитывала не только меня, а еще брата. Но я любил очень петь. Я любил петь, забирался на сарай, приходили бабушки, дедушки, а я вот голосил. Станислав Калинин – известный русский хоровой дирижер, профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России, член жюри 22-го международного фестиваля духовной музыки «Могутный Божия» в Могилеве. Музыкальная карьера и Карибский кризис. Я был принят в хоровое училище, закончил его. Сразу я был призван в армию. Я отслужил 4 года в армии, несмотря на то, что был срок 3 года. Но я служил в ансамбле. Ну и попал, знаете, бывает иногда куда-то. Карибский кризис был, задержали демобилизацию. Знаете, по молодости это кажется, ай, боже мой, крушатся какие-то замыслы, мысли, мечты. А оказалось, все наоборот. Я попал в замечательный ансамбль в Германии. Это была школа профессионализма, школа отношения к труду, к профессии, к дисциплине, к самодисциплине внутренней. Талант не для себя, а для людей. Предназначение – это, с одной стороны, дар Божий, конечно. Но, с другой стороны, этим даром надо уметь очень здорово воспользоваться. Талант без труда хуже всякой бесталанности. Сказано было еще Петром Ильичем Чайковским и повторено многими выдающимися музыкантами. Поэтому труд, труд и еще раз труд. Понимаете, труд и вдохновенное творчество. Оно, творчество, и особенно высокое творчество, рождается из каждодневного труда. Это не просто выспренные слова. Естественно, кто-то может и не каждый день думать об этом. Есть просто быт, но забывать об этом никак нельзя. Вопрос о гениах. Я вам расскажу одно интервью с замечательным скрипачом Исааком Стерном. Американским скрипачом. Его спросили. Уважаемый маэстро, скажите, пожалуйста, кого вы считаете гениальным скрипачом? Скрипачом номер один. Он так развел руками и сказал. Конечно, ой, страх. Простите. А Минухин? Минухин второй. А вы? Я тоже второй. Вторых много. Вторых очень много. Виртуозных, замечательных музыкантов. А гений один. Ойстрах. Вот видите, как сказал. Сказал умно. Сказал проникновенно. Что сказать гений? Вот гений был Моцарт. И прожил малую жизнь. И довольно-таки в суровой жизни. В суровых житейских обстоятельствах. И в детстве, когда его, собственно говоря, эксплуатировали как вундеркинда. И потом, и гибель его, то есть не гибель, а уход из жизни в довольно бедном состоянии. Вот это гений. Все гении жили очень бедно. Бедность и слава. Вот был Рассини. Рассини. Рассини никогда не был голодным. Но он был гениальным творцом. Понимаете? А бывают, вот, например, русские передвижники, художники. Ни одного нельзя назвать, ну, состоятельным и, так сказать, богатым человеком. Все бедные. Саврасов. В лишениях творил. В лишениях. И жизнь закончил не очень хорошо. Мусоргский. Казалось бы, из дворянского рода. Вот. Но все время имел лишения. Все время. И финансовые. И финансовые. И, как вам сказать, неудовлетворенность творчеством своим. Тоже очень рано ушел из жизни. Вот. Вообще, бремя выдающегося человека чрезвычайно тяжелое. Слава. Вернее, бремя славы выдерживают далеко не все. Вот. И только крепкие, нравственно, крепкие в понимании, что талант дан не для тебя, а для других. Через тебя. Вот это вот важно. И, значит, миссия того, кто талантлив, кто гениален, она очень сложная. Вот это вот такие мои рассуждения насчет этого. Перед выходом на сцену. Сейчас ведь, знаете, есть такие науки. Психология. Психология творчества. Все изучается, по полочкам раскладывается. Диссертации пишут. Все это понятно. Но все равно приходишь иногда к таким простым истинам. Надо быть спокойным. Надо, как вам сказать, волноваться надо всегда. Паниковать не надо. Вот тот же Александр Васильевич Свешников. 88 лет было ему, когда были последние гастроли в Японии. Так же. Вот он сидит перед выходом на сцену. Такой взволнованный. Взволнованный. Все время и на меня ругается, как на его помощника. Пойди, чтобы они там успокоились. Потом он уже все-таки 88 лет. Он так немножко, знаете, как в старческом возрасте. Потопает немножко так. Топ-топ-топ-топ-топ. Потом вдруг, как свеча, встал и вышел на сцену, как былинный богатырь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Когда я первый раз здесь побывал, а это было давно, то я узнал, что это костел святого Станислава. Это мне было очень радостно, потому что, ну, приятно. Приятно. Костел замечательный. Там прекрасная акустика. Там с таким удовольствием приходится выступать. Там нет какой-то, знаете, понимаете, вот надсадности над голосом. Там все спокойно. Более того, хороший зал тот, где чем тише, тем лучше. Тем разносится более объемно по всему этому замечательному залу. Поэтому костел просто прекрасный. И хорошо, что он сохранился, что он процветает, что туда приходят люди и слушать музыку, и молиться. Если говорить просто как, так сказать, по узкомузыкантской профессии, то приходится исполнять любую музыку. И католическую музыку, и, естественно, православную музыку, музыку лютеранскую. И считаю, что это единый ствол, из которого потом могут идти различные, различные прекрасные ветви творчества, различных национальных школ. В нашем неспокойном мире сейчас музыка. Искусство, а особенно хоровое пение, хоровое искусство, оно превратает архи большое значение, потому что тут есть слово, тут есть сердце, душа человеческая. И оно не может оставить, если это хорошо, если это проникает в душу слушателей. Это замечательно, это всегда действует правильно. Гастроли в Северной Корее. Вот говорят, что там они, так сказать, нельзя шаг влево, шаг в право, да ничего подобного. Вот, я мог ходить куда угодно. Конечно, были люди сопровождающие, конечно, потому что мало ли что может быть. Вот, но я бы хотел, чтобы у нас не было такого предвзятого мнения к этой замечательной стране. А с товарищем, не стесняясь этого слова, замечательного слова товарищ, с товарищем Ким Чен Иром мы встречались не раз, и не два, и не три, потому что он чрезвычайно любит русскую культуру, любил. И особенно русские песни, литературу русскую, вот, и сам прекрасно тенором пел. Отвлечение на красоту. Можно я отвлекусь немножко? И скажу, когда вот мы были на гастролях в Японии, естественно, значит, все время японцы предлагают посетить эту гору Фузияма, да, чтобы, это символ, конечно. И вот мы туда поднялись, всем нашим коллективом, видя восход солнца. Конечно, это замечательный, красота неописуема. Такой красоты и в любой стране можно найти. Но, спускаясь вниз, мы увидели детишек, которые сидели рядами, смотрели аккуратно, какое-то такое созерцательное настроение было. Учитель ходил, что-то им объяснял. Мы спросили, что происходит здесь. Они говорят, у нас идет урок любования природой, любования красотой, это у нас входит в систему эстетического воспитания, которую мы взяли из Советского Союза, от системы Луначарского. И вот я подумал, и не только я, что вот мы создаем, создаем, создаем что-то, а иногда, иногда теряем, а другие перехватывают. Музыка и природа. Музыку надо слушать вообще в тишине, чтобы не было никаких посторонних влияний. А в природе все естественно. В природе, если вдруг колышется трава, то ты воспринимаешь это тоже как музыку. Естественно, музыку природы. Вот или птичьи голоса, это же прекрасно. И если у меня выпадает какая-то возможность выбраться из города, а я вам честно могу сказать, город я уже не люблю. Город не люблю. Ну, наверное, и с возрастом, конечно, и с тем, что урбанизм, он несет несозерцательное отношение даже к звуку музыкальному. Понимаете? Вот. Так что природа – это самая главная музыка. Творчество и возраст. Ну, здесь такое правило – остановиться нельзя. Пока дышу и работаю. Будет когда-нибудь возможность пойти рыбу половить. Это другое дело. Но все время думаю, что нельзя останавливаться. А время само покажет, как быть дальше.